В Крае могут закрыть жилищную программу для ветеранов войны, сообщают корреспонденты Комсомольской Правды на Алтае. Сейчас в очереди на квартиры стоит 73 ветерана. В этом году нашему региону выделят 44 миллиона рублей, что позволит улучшить условия жизни 35 очередникам. Деньги должны поступить уже в первом квартале, и если все пойдет по плану, то уже в ближайшие пару лет программа будет выполнена. Напомним, за 8 лет в Алтайском крае квартиры получили 7 863 ветеран войны. Бийский рабочий сообщает о том, что почетные доноры будут получать больше. Размер ежегодной денежной выплаты увеличили на 4%. В первом квартале года жители, награжденные нагрудным знаком почетный донор, получат по 14 145 рублей. Таких в Крае более 13 тысяч. Обратиться можно в управление соцзащиты по месту жительства, либо в многофункциональный центр. Сотрудников предпенсионного возраста увольняют на Рубцовском мясокомбинате. Аргументы и факты на Алтае публикуют историю работниц, которые рассказали, от продавцов требовали уйти по собственному желанию. В случае отказа угрожали уволить по статье. Другая сотрудница рассказывает, поступил четкий приказ от начальства избавиться от сотрудниц предпенсионного возраста. Потерпевшие соглашались на условия, потому что боялись угроз, обращаться в прокуратуру и трудинспекцию не стали. Также стало известно, что на мясокомбинате сотрудникам понизили зарплату, а поскольку значительная часть штата уволена, оставшиеся работники помимо своих обязанностей работают с повышенной нагрузкой. Первый национальный парк Тогул появится в крае к концу года. Общественники начали изучать местность и готовить документы год назад, пишет Политсибру. Идею поддержали представители разных уровней власти, науки. Парк создается для сохранения природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа с реликтовыми растениями до ледникового периода. Площадь национального парка составит 160 тысяч гектар. Он займет часть территории Заринского, Ельцовского и Тогул. районов и будет граничить с Кемеровской областью. Особо охраняемая природная территория федерального значения частично создается на базе уже существующих заказников Тогульский и Ельцовский.